здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова я рада приветствовать вас на своем канале это видео вы к сожалению смотрите в записи но это не отменяет вашей работе работы в чате а если вы смотрите премьеру то вы можете отвечать на мои вопросы о мои вопросы будут прямо в чате если вы будете смотреть это совсем уж в записи не на премьере то вы сможете останавливать видео и отвечать на мои вопросы в комментариях и дальше смотреть это видео нажав кнопочку play почему я так говорю потому что у меня будут здесь вопросы к вам и первый вопрос вообще смотрели ли вы этот цирк с конями конкретно скажу о чем речь это дочь маши распутиной зовут ее маша захарова и она обвиняет своего сводного брата а конкретно брата кровного по отцу а то есть муж маши распутиной это отец и вот этого человека зовут его роман и маша обвиняет его в сексуальных домогательствах вообще я не зря назвала этот цирк с конями потому что это реально вы ну вы посмотрите вы примите решение но сначала напишите плюс или минус смотрели ли вы эти две программы у андрея малахова это это просто знаете зашкаливает у меня зашкаливает эмоции поэтому я в целях своей безопасности решила это сделать в виде просто видео чтобы на всякий случай если меня опять переклинет опять за не остапа занесет то хотя бы была возможность это вырезать потому что это просто смотреть без эмоций невозможно ну что далеко ходить давайте я не буду сильно распространяться и разглагольствовать сейчас я себя убираю и включаю первый фрагмент первый фрагмент у нас без звука специально и так включаю первый фрагмент и давайте посмотрим пока без звука и у меня к вам вопрос так но я включаю он все равно без звука наблюдайте пожалуйста за машей и о чем она говорит напишите пожалуйста цифру которую вы считаете вот сейчас она рассказывает о чем она рассказывает сейчас я еще раз включу этот фрагмент чтобы точно смогли сделать вывод значит первое пишем циферку один если она говорит об успехах своей мамы а именно маши распутиной авто циферку 2 пишем если она говорит о своих достижениях и циферку 3 если вы считаете что в данном видео она говорит об угрозе изнасилования вот пожалуйста напишите мне в чатике которые если вы смотрите премьеру сейчас у вас есть чат если вы смотрите это совсем в записи то остановите пожалуйста это видео напишите в комментарии цифру которую вы считаете а потом давайте продвинемся дальше а теперь мы посмотрим что она на самом деле говорила вот пожалуйста следующий фрагмент и здесь мы все поймем он своей маме родной елены и зовут она из ухты рассказывает что я наверное машу прокачай наркотиками и жестко трак и мы видим во первых челюсть очень высоко во вторых когда она челюсть все-таки опускает мы видим сейчас вот сейчас я вам покажу то что вы наверняка увидели мы видим что идет улыбка идет торжество ей так нравится это говорить но вы знаете сначала когда в первый раз да это показали я подумала но может быть действительно ей как-то не знаю как-то стыдно говорить а часто реакция на на страх на стресс это у ну человек смеется до чтобы успокоить свою нервную систему но нет нет на самом деле все там банально и просто вот здесь четкое удовольствие от того что она говорит давайте дальше посмотрим как она это рассказывает она и в другом фрагменте давайте пронаблюдаем с какими эмоциями она говорит о том что роман который грозит ее изнасиловать как она какие эмоции по этому поводу она испытывает на самом деле ну если кто-то сталкивался не дай бог конечно но если кто-то сталкивался вообще с такой угрозой да вот если вы чего-то боитесь но неважно изнасилование там убийство или еще чего-то но в редко кто будет говорить об этом с улыбкой да и тем более если она от отчаяния как она говорит пришла на программу андрея малахова поэтому конечно же это удовольствие очень странно давайте еще посмотрим следующий фрагмент тоже вот где я увидела что какие-то несоответствующие эмоции тому что она рассказывает все очень развратный человек при друзьях как-то было такое что мы сидели в ночном заведении и он подходит ко мне зазе трогать меня за плечи и спрашивает у ребят ребят как думаете а если я вот вот смотрите она здесь рассказывает то что действительно она прочувствовала вот этой тоже такой маленький сигнальчик видите она смотрит вниз и рассказывает то есть действительно это было это это реально было но нам важно ее отношение к этому понимаете да вот она сейчас рассказывает да действительно он подошел да действительно он это сказал куклу пересплю то быть у нас детишки получится а вот теперь давайте смотреть внимательно во-первых челюсть вперед мы знаем что челюсть вперед это когда человек готов идти в наступление да и здесь она действительно бессознательно дает нам сигнал что для нее это победа для нее это продвижение вперед когда вот он подошел да она просто для ну такая маленькая победа для нее было да то есть эмоции эмоции которые сложно скрыть она нам с вами показала дальше 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 больше давайте смотреть идет улыбка смотрите она она прям реально улыбается посмотрите здесь уже смотрит с победным видом челюсть приподняла челюсть и вперед пошла и вверх то есть для нее это удовольствие кайф рассказывать о том что вот он подошел какие у нас детки будут но то есть это 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 ее она проговаривает свою мечту ребят и вот это вот то что она пришла как бы жаловаться жаловаться на насильника да вот это вот тоже быдло о нем мы еще поговорим но что касается ее то она вовсе не жертва был один неприятный случай мы зашли в бар выпить я была немного не в трезвом состоянии и просто по пьяни он предложил давай поцелуемся и заснимся на камеру видите опять она смотрит сюда да действительно это было ну там под вопросом кто кому предложил но это явно обоюдное согласие и она хотела и он хотел этого я отнесла что как шутки в итоге и вот смотрите он как бы отстраняется конечно же эта игра на камеру но тем не менее но она рукой его поворачивает к себе понимаете и наклоняется она к нему вот это вот девушка которая пришла жаловаться на якобы насильника да на самом деле сама проявляет активные действия он конечно же кокетничает перед камерой так как он в два раза старше и и он понимает какие последствия могут быть и поэтому он как бы изображает сопротивление но на самом деле там явно все было обоюдно настроено мы видим что он с удовольствием это делает она тоже то есть здесь никаких насильственных действий мы вообще не наблюдаем на мы видим что два человека которые очень хотят показать свой поцелуй на камеру очень сильно стараются показать это все с максимальной страстью вот мы видим как они целуются но тут конечно вообще знаете очень похоже на поцелуй должанского который на доме 2 просто в дрожь бросает ну ладно не будем чем-то родить сейчас об этом но тем не менее если хотите можете найти в интернете поцелуй должанского примерно так же ну ладно больше там показухи конечно же да но тем не менее провокация идет обоюдная не два сапога пара понимаете и вот то что она просто пришла первее на эту программу на это ни о чем не говорит ребят терем после чего малому скину громадное сообщение ты урод извращение совращаешь мою молодую дочь отец сказал что после этого он мне не сын и она менее дочь когда увидела все эти видео дошло все такой степени что он даже мне предлагал переспать а вот теперь смотрите взгляд пошел наверх а вот здесь уже пошли фантазии да ну судя по всему судя по их рассказам все таки до этого у них не дошло и вот эти предложения переспать они больше в области фантазии да это что она рассказывает может быть это и в какой-то другой форме происходило предложение да может не просто переспать а как-то по-другому потому что она там в другом интервью говорит чуть по-другому что он ей предлагал но тем не менее все таки вот переспать это хотя бы из области фантазии меня как человека более взрослого поколения ну вот получается она мне в дочери годится мне хотя бы за это спокойно до что хотя бы этого у них судя по всему еще не было да я скажу что вообще морально а ну да теперь она стала моралистка и сказала что это вообще аморально но при этом она говорит естественно это все с улыбкой сейчас мы эту улыбку опять увидим то есть вот то что она сейчас вот причем перед тем как сказать она поджала подбородок то есть вот это вот все слова аморально она просто понимаете она просто сказала от фонаря для того чтобы создать такое впечатление у нас в отношении себя что я такая белая пушистая я же вообще вот я же вообще его не трогала он же меня сам заставил сам использовал и теперь вот так вот по матросил и бросил то есть такая вся белая пушистая да как бы но на самом деле мы с вами видели что там совсем далеко до белой пушистой и видите какое счастье у нее на лице 42 года когда она это рассказывает мне на тот момент было лет 19 у нас общий отец все-таки это уже за грани нормы когда я с ним общалась по телефону еще когда мы были хороших отношениях и он такой мне говорил то что марусь вот я сказал своей маме что я все-таки как-нибудь тебя прокачаю наркотиками и говорит с удовольствием и вот насчет этого прокачаю и так далее не знаю почему она смотрит вниз либо потому что она это хорошо себе представляла да может фантазировала может еще что-то но там явно знаете такая очень мощная искра между ними и ну это конечно очень странно глупо и и ужасно вообще когда вот такая молодая девчонка она уже вот такие дебри лезет причем знаете вот то что она пришла на программу конечно же с таким с таким послужным списком и вообще с такими взглядами на жизнь это просто ужасно ну вот для иллюстрации того что за человек вообще к нам пришел до что за человек раскрывает перед нами душу давайте посмотрим как она относится к своей старшей сестре ну вот кто и которую которая там сумасшедшая я не знаю какая ну в общем которую мама бросила и кстати у меня большущий вопрос вот сейчас давайте фрагменте тут есть вопрос который я бы хотела озвучить а следы что такие у тебя отношения с ней она в курсе всего того что происходит следы из честно говоря не общаюсь мне кажется на не в курсе всего что происходит но и вот посмотрите как она с презрением говорит о своей сестре то есть она выше своей сестры естественно она считает себя выше всех окружающих такое знаете сейчас пренебрежительное закатывание глаз напряжение подбородка а сейчас будет на вращение и и знаете вот этого презрение и челюсть чуть выше и посмотрите вообще посмотрите сравните меня с ней кто она и кто я вот что говорит ее вообще без бессознательно до и что говорит ее тело просто кричит ее тело то есть я выше е что вы меня с ней сравниваете что это вообще такое то есть она вообще вот знаете никакой вот человечности в отношении своей сестры даже то что сестра но даже если она там болеет психически не знаю насколько это все верно может быть просто она пришлась не ко двору своей мамаши и поэтому вот таким образом с ней поступили но тем не менее знаете вот такое пренебрежительное отношение сразу говорит о многом да и вот то что она кто из сестре так относится к этому брату то есть это понятно что что за как бы знаю что мама есть такая дочь и когда напряжала есть такая дочь да то есть у мамы есть такая дочь которая вообще там это же это я это какая-то там дочь да то есть вот это вот пренебрежить пренебрежение это просто вообще зашкаливает зашкаливает кто она такая вообще раз видела ну то есть если сравнивать ее с романом даже То есть она принимает психотропные препараты, она абсолютно адекватный человек. Ну, качает головой, нет, она не считает ее адекватной, но просто вот по сравнению с Романом, конечно, она хотя бы безобидна. Роман отстаивает свою позицию, хотя там реально быдло, сразу скажу, и меня сейчас опять занесет, поэтому, чтобы я потом не вырезала, я лучше промолчу по отношению к Роману, да, не буду пока высказывать свое мнение, хотя удержаться там невозможно, но все-таки по сравнению с Романом, вот старшая дочь Лида, она хотя бы поспокойнее. Лиска не общаюсь, но я помню, как это было лет 10 назад, как... Видите, как она такая в образе, да, вот я же королева, зачем мне с ней общаться? Что, что я там забыла? О чем мне с ней говорить? Вот оно лицо человека, который сам, по сути, чего она достигла в жизни, да, кроме того, что пришла к Андрею Малахову, очернила всю свою семью, всех родных, близких. Да, я думаю, что срубила там какую-то денежку, и, кстати, она ее очень качественно отработала, но, тем не менее, чем еще она знаменита, да, кроме того, что вот это видео, где она сосется со своим братом, по сути, это же родной брат, господи, это вообще просто атас, это такое... Ладно, не буду говорить то, что я думаю, хотя... Да, Лида тоже появилась... Последнее то, что, как это, сделала это мерзавка, так по-другому не скажешь. Сказала, мне от тебя ничего надо, до свидания. Видите, как она слушает маму, которая поносит старшую дочь, да, челюсть держит высоко. Ну, конечно же, я здесь любимая дочь, я здесь хорошая, любуйтесь мной, да. А вот у меня большой вопрос к маме. Да, вот сейчас... Мы-то негодяйки, не хочу говорить, негодяйка. Жестко, жестко Маша тогда говорила. Ну, и у меня вопрос тогда. Я так поняла, вот из слов Маши Распутиной, что самая большая претензия к старшей дочери в том, что дочь сказала, мне от тебя ничего не надо. Вот за это она стала и мерзавкой, и всем остальным. Я просто в шоке. Вы знаете, высокие отношения в этой семье. И я думаю, что Маша получила вот эту свою Машу, как вот, ну, знаете, это бумеранг, ребят. Потому что вот такое отношение к ребенку, даже если, да, может быть, там она разлюбила отца этого ребенка и все такое. Да, может быть, девочка запуталась, но она все равно ее дочь, понимаете, кровинушка. А вот так говорить, причем за что? За то, что отказалась от помощи, мне от тебя ничего не нужно. Это вся вина Лиды. Я не совсем поняла. Может быть, я чего-то не понимаю до конца, но для меня, конечно, это за гранью. Да, напишите вы в комментариях, как вы считаете по этому поводу. То самое главное, что мы здесь в контексте этой программы должны выяснить, то какие моральные качества у Маши Захаровой, которая пришла на программу, да, пришла обвинять своего брата в том, что он домогается ее. И здесь мы видим, что девочка-то, в общем-то, с очень низкими моральными устоями, вообще, их вообще нет у нее, да. Она вот с удовольствием старается и любит быть выше других, да, и она очень рада, когда ее сестру, например, при ней унижают. Она очень рада унизить любого другого человека, да, то есть вот складывается, да, определенная картина характера этого человека. Ну, давайте идти дальше и дальше смотреть, что нам еще поведает наша героиня. Потом, по итогу, когда подъехал роман, мы поехали с ним в кино, то есть он не выполнил указания отца, он забрал телефон, он домой меня не отвез. Мы поехали в кино, после чего он повел меня на какую-то порнуху, как-то странно. Но это не конец истории, тогда мне было негде ночевать, Андрей, можно сейчас заговорить? На порнуху, как ни странно, вообще, просто, действительно, очень странно, очень странно, что ее повели на порнуху. А куда ее еще везти? Ну, не, ну это уже я совсем, я ни в коем случае не выгораживаю это быдло романа, но, тем не менее, вот эта вот вставочка, как ни странно, действительно, звучит здесь очень странно. Он заставлял Машу, что ли? Я поехала ночевать к Роману, я сказала, мне негде. Роман развратный, а Маша не негде. Видите, она поехала ночевать к Роману, вот понимаете, он ее домогается, но она едет к нему ночевать, ну это просто атас, ребят, ей негде ночевать. Да сходила бы к подружкам, которые там набежали сейчас, вот в саму программу пришло несколько подружек, которым можно было пойти переночевать. Е-мое, если они такие бойкие, они там за нее заступаются, такое шоу устроили, почему не принять девочку, которой негде ночевать, да, мама, папа не в счет, да, с мамой, с папой поссорилась. Ну, последнее место, куда можно пойти, это действительно к Роману, куда еще? Других вообще мест просто нет, подружек нет, никто не поможет. Вот только Рома поможет, и тем более, он же так привлекателен, да, на самом деле это она за ним охотится. Ночевать, и я начала, ну, я поехала к Роману, и после чего я была совсем пьяная, но мне было очень плохо, меня тошнило. После чего Роман начал говорить такие ужасные вещи, истерию, что типа, давай ты меня сейчас а**но удовлетворишь, ротик, хорошо поработаешь. Сейчас мы приехали. Уже у экспертов уши завяли, ведь там же не запикивают, и то, что она рассказывает, вот эти ее сексуальные фантазии, это, ну, в общем-то, даже если это и было, но она с таким удовольствием это все рассказывает. И посмотрите, она притащила съемочную группу к дому Романа, она с удовольствием к нему ломится в квартиру. Это самое место, где живет Роман, я никогда не забуду в тот момент, когда он меня вынул из своей квартиры. Конечно, она никогда не забудет, она просто это сексуально вспоминает, и для того, чтобы возбудиться, елки-палки. Потому что я не сделала, что он хотел, он меня склонял к а**но сексу. Родной брат позволял себе такое, и делал самому такие вещи, и хотел со мной переспать, и самое главное, к а**но сексу. Я помню, как я здесь просто сидела и плакала после того, как он меня вынул, потому что я его не удовлетворила, не сделала, что он просил. Без ума не хочет туда идти, но... Смотрите, какой трогательный подсъем, вообще, она на лавочку села, такая вся безутешная, такая вся растроганная, такая вся милая, белая, добрая, пушистая, да. Ну, конечно же, ну все, по всем законам жанра Андрея Малахова, все сделано правильно, да, для того, чтобы выжать слезу, чтобы максимально очернить другого героя, да, и обелить вот этого героя. Ну, послушайте, что она говорит, посмотрите, что она делает, она сама за ним охотится. Человек целыми днями не просыхает, спит до вечера там, а ночью, как я поняла, он принимает какие-то препараты, куда-то ездит, и потом, как он говорит, на следующий день прочищается. Ну, я все-таки очень хочу помочь ему, и надеюсь, мне удастся это сделать. У нас, конечно, особо ничего не изменилось с того времени, так же все мрачно. Рома, открой дверь, я знаю, что ты там. Рома, Рома, открой, пожалуйста, дверь, тебе нужна помощь. Блин, он, наверное, опять спит. Тебе нужна помощь, скорая помощь, твою мать, приехала, я вообще в шоке, ребят, ну. Теренопился, мне очень жалко, он что-то принимает, и вот весь день потом спит. Ром, я очень хочу тебе помочь, правда, тебе нужна помощь, Ром. К сожалению, Роман не открыл мне дверь, ну, блин, здесь уже ничего не поможет, здесь уже, правда, нужны специалисты. Ну, вот ты специалистка вообще приехала спасти, да, бедненькая, ну, просто, знаете, мать Тереза примчалась, да, помогать Роману, бедному несчастному. Это просто атас, ну, и вообще по-настоящему она реально за ним охотится, даже, вот, знаете, даже без его показаний я это вижу. Потом он вышел, там, конечно, маразм крепчает, но это просто атас. Ну, самое интересное, давайте дальше послушаем, вообще я в шоке просто от этой девицы. Ну, жестко, жестко Маша тогда говорила, а мама знает, что ты сегодня здесь, и что для тебя другого шанса сейчас достучаться? Ой, ну, Андрей играет просто на 5 баллов, да, ну, другого шанса просто достучаться нет, усугубляет, да, вот эту трагедию, такая трагедия невозможная просто. Туда родители. Естественно, родителям я ничего не говорила, потому что я решила обратиться самостоятельно на телевидение, так как угрозы, тем более, если написаны кровью, это уже, правда, вещи, ну, это не шутки, это серьезные вещи. И, к сожалению, раз там отец семьи не понимает многого, тогда мне пришлось обратиться. Отец семьи, то есть это ее отец, и она смеется, опять вот это пренебрежение, опять, то есть получается здесь что налицо? Налицо то, что она мстит своим родителям за то, что у Романа есть отдельная квартира, за то, что к ней относятся жестко, ну, жестко к ее манипуляциям, которых и до этого было явно много. За то, что родители перестали реагировать на ее манипуляции и стали больше доверять Роману, да, вот по сравнению с ней, видимо, все-таки он хоть более-менее, ну, чуть похитрее, вот так вот я бы сказала. Потому что там о человеческих качествах вообще говорить в этой семье не стоит, потому что я посмотрела и на нее, и на него, это два быдла. Но ее манипуляции, которые на поверхности реально, она настолько глупа, что родители перестали ее воспринимать всерьез. Вот она им сейчас мстит, то есть она пришла на программу для того, чтобы, первое, отомстить родителям, второе, для того, чтобы не секрет срубить денег, потому что за вот программу у Малахова герои получают от 500 тысяч и более. Я думаю, что здесь где-то миллион ей заплатили. А кроме того, обратите внимание, она сделала так, что на этой программе была драка. А когда на программе бывает драка, то это выплачивается больший гонорар. Вы думаете, почему она кидалась, почему она провоцировала, для того, чтобы просто больше получить денег. И поэтому она из кожи вон лезет для того, чтобы усугубить вот эту ситуацию, для того, чтобы просто нам преподнести ее в таком страшном виде, как будто бы ее просто там держат на цепи и насилуют, да, вот как минимум. Она вот все сделала для того, чтобы получить как можно больше денег. Поэтому все вот четко спланированная акция. И причем, знаете, вот шито настолько белыми нитками, настолько вот глупо, по-детски и наивно это все предоставлено, что при малейшем логическом осмыслении вот этой истории, понимаешь, насколько это все тупо, просто тупо, быдляча. Дальше. На телевидении, потому что никакой поддержки со стороны родителей, честно говоря, я не вижу. Смотрите, со стороны родителей я никакой поддержки не вижу. И такая королевишна вскинула голову горделиво, да, то есть любите меня, цените меня, реагируйте на все мои манипуляции, да, а иначе я буду вам мстить. Вот что говорит ее тело. То есть перед нами еще та стерва, которая пришла наказать сразу всех. Понимаете? Вот сейчас, смотрите, как она вскидывает голову, да. Вот, вот, пожалуйста, я тут королева, да, крутитесь все вокруг меня, я тут буду всеми руководить, а вы все вокруг меня, это обслуживающий персонал. Если вы не согласны, то будете здесь вот на программе Малахова перед всеми, перед всей страной отчитываться. Почему вы не обратились в полицию? Почему вы на телевидение сразу пошли? Смотрите, во-первых, я сначала не знала, то есть от кого эти письма, от кого поступают мне такие угрозы, я догадывалась, но... Ну, конечно же, она не знала. Она сама эти письма написала, что она тут нам втирает, господи. Ну, это просто... И письма написала специально, чтобы прийти на передачу, специально, чтобы усилить эффект, чтобы мы все испугались больше, да, чтобы больше получить денег. Она совсем не жертва, ребят, абсолютно не жертва. Хотя, на самом деле, вот когда я посмотрела на Романа, я понимаю, что там быдло на быдле сидит и быдлом погоняет. Поэтому здесь вот то, что она, это еще цветочки. Вот Роман, это ягодки. Но это все растения, действительно растения одного поля. Да, поэтому... Оттас, оттас. Да, ну, то есть она объяснила, да, она не знала, от кого это пришло. Она вообще бедная, белая, пушистая. Она даже маме не сказала, что к ней пришли такие письма, да. Но она пошла к Малахову, да, потому что денег хотела получить. Видимо, родители перестали давать деньги, потому что она многое исполняла. Вот и решила восполнить свой финансовый пробел. Да, и слезы, которые она показала нам на этой программе, очень здорово, прям, знаете, очень показательно. Давайте посмотрим. Сейчас включаю. Вот смотрите, как она плачет. При этом, ну, на самом деле, грим. Ведь перед программой там, ну, там много грима обычно. И даже если у нее ресницы нарощенные, все равно там много грима, и он должен был потечь. Но он не течет, потому что она не плачет, ребят. Самое интересное, давайте наблюдать, как она изображает безутешное горе. Изо всех сил показывает, да, показывает нам свое горе, свою печаль. Но и подружка, смотрите, какая добрая самаритянка подружка пришла постоять за нее, отстаивает ее честь, да, обнимает. Там подружка тоже доброго слова не стоит. Ну, ладно, бог с ней. У вас мозги какие курилые? Нет, а что, у меня очки 100 раз, у меня нахуй. У меня уходи! 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 Руками закрыла, а сама пасет, 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 пасет территорию, да, наблюдает за тем, что происходит вокруг. Ну, когда надо включиться опять? Когда усилить эффект? А то драка была, но все равно надо еще сильнее. Чем больше драки, тем больше будут смотреть, тем больше мне заплатят у Малахова. Поэтому она не отчаивается, да, вот поплакала-поплакала, поняла, что этого мало, может ей в ухо сказали, что надо еще додавить, еще устроить. И поэтому дальше давайте. Да, цирк с конями. В общем, вот так вот делаются программы у нас на телевидении. И я думаю, что героиня, которая всю эту кашу заварила, получит благодаря вот этому всему. Она не просто так это все провоцирует, она провоцирует максимальный гонорар для себя. То, что мы с вами это смотрим, эту дичь, это добавляет им просмотров, они видят, что это популярно и создают еще такой контент. Поэтому это, знаете, такой взаимосвязанные вещи. И ну что можно поделать? Вот это быдло, которое мы видим на экранах своих телевизоров, хотя бы на ютубе мы можем не смотреть. А это вот быдлячьи программы, которые выпускают как раз в самое такое время, когда люди приходят с работы, и вот откуда происходит вся наша деградация. Вот посмотрев вот такую программу, мы думаем, что это нормально такое отношение в семье. И в общем-то дальше происходят, к сожалению, очень плохие вещи. Ну, конечно же, кому-то это выгодно, но здесь я не буду об этом сильно долго рассуждать. Давайте посмотрим на личность Романа, такого мачо, которого все хотят, которого прям, это особь женского пола очень сильно восхотела, и поэтому даже пришла на программу. Да, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Мы договорились, рассчитались, телефон я забрал ее, потом уже отцу звоню, что приезжай, сам забираю. Я тебе на рулевку не повезу. Вот мы в Москва-Сити были в этом, а там кипишку это устроила, там что-то. Маме звони там, как-то отец Кашки придумать, вот там Рома ко мне пристает, он пьяный, так и так. Естественно, я ей плюху дал. Естественно, я ей дала плюху. Вы понимаете, насколько вот быдло, вот реальное быдло. Для него это естественно, понимаете. Вот это вот чмо сидит, развалившись на диване, естественно. Блин, это просто, знаете, вот у меня зашкаливают просто эмоции, что это особь, что это вообще вот реально два растения вырастили, мама с папой. В одном проявлении он похож в любом сцене, на человека, который бьет женщину. А это друг, который пришел заступиться за Ромочку, что он говорит про Ромочку. Буквально там, ну вот в программе там пару минут прошло, да. Вышел друг и говорит, да он, да он вообще кормит домашних, он кормит бездомных животных, да. Он там спасает детей в Африке, ну друг пришел с добрыми глазами, естественно, да, и стал вот рассказывать, какой Рома хороший. Поймите, нет, что бьет, я точно могу сказать, что нет. Ну конечно же нет. Он сам говорит, что естественно я дала плюху. А этот говорит, нет, что вы, он никогда никого не бил, он вообще только всем помогает. Он такой классный, замечательный, белый, пушистый. В этом плане, вот смотрите, он брутальный, он такой мощный, с одной стороны, но он внутри вполне себе ранимый человек. Вполне себе, вот такая оговорочка, вполне себе, она допускает, вот эта оговорочка вполне себе, она как бы допускает какие-то вот вольности, да, то есть получается она больше растекается мыслями по древу. Вот эта вот формулировка, она дает понять, что он может быть и такой, он может быть и блондином, может быть и брюнетом. Ну да, действительно мы видим брюнета, но он может быть и блондином, может быть это его парик, да, вот вот такие вот, знаете, философские рассуждения, которые вообще привели какого-то левого пассажира, который начинает заступаться за этого чмошника, да. Такой, как я, если уже пристает, то уже и дело будет до конца доведено, то есть как бы, что мне приставать-то? Нет, я это льстила, она хотела так думать. Фу, какое быдло. Пусть думает, ради бога, просто она не посмотрит-то страшно, скривление позвоночника, спортом не занимается, ноги все атрофированы, тонкие, задницы нет, груди нет, все по сырязи, мыть это недавно только начало год, поэтому, ну, она даже физически мне не подходит, немножко брезглая. Ну, она такая интриганка по жизни, не надо было шокировать кого-то чем-то, вот, по поводу этого поцелуя, так это опять же она говорит, Рома, можно на тебе потренироваться? Говорит, у меня опыта нет, я хочу поучиться, я говорю, научись, говорю, хочешь, мне кажется, научись, ничего. И опять же, я к ней не приставал, это она к ней приставала, даже на видео, видите, она меня не затрогала. И понимаете, самое интересное, она не была пьяной, ну, в два-три фужера так выбить коктейль, в два пироля, ну, не будешь ты пьяной. Да хорошо, что я еще был, был бы другой мужик рядом, не знаю, зачем бы это все закончилось. Фу, какие мерзкие. Да, ну, вы знаете, все-таки, что касается причины, да, вот этого конфликта, он, Роман, хоть и не говорил об этом, но эта причина была на поверхности, и озвучила его подруга Романа. Давайте посмотрим, как она это сделала, и самое главное, как Роман отреагировал на эти слова. Здесь тоже очень показательно, вот, и, в общем-то, это поставит такую точку на том, для чего эти особи пришли в эту программу, да, что касается первой героини, мы выяснили, да, отомстить родителям, и вообще всех сказать, ша, да, и получить денег. Что касается Романа и его поведения, для чего он себя так ведет, может быть, он там в душе очень глубокой, добрый, белый, пушистый, да, конечно, мы можем этому поверить, но почему он именно так, вот, он же тоже ведет себя, ну, он повзрослей, казалось бы, он мог бы себя вести по-другому, да, мог бы проявить уважение к отцу, но здесь тоже идет ненависть к отцу, бессознательная, то есть, получается, вот, давайте посмотрим. В тот момент, когда отец ушел из семьи и встретились они с Машей, для Ромы тоже такой переломный момент был. Вот, смотрите, какая интересная реакция у Ромы, именно на этих словах. Он поправляет и натягивает одежду, это говорит, вот смена вообще позиции тела говорит о том, что человек как раз вот в этот момент заволновался чуть больше. Это коснулись именно той темы, которая его бессознательно, может быть, может он на сознательном уровне этого еще не понимает, но эта тема его затронула за живую. И поэтому вот такая реакция. И реакция, касаемо именно одежды, говорит о том, что он как бы показывает, ну, посмотрите на меня, я же красивый. Вот одежда это про красоту, да, посмотрите, я же красивый, почему от меня отказались? Да, вот здесь сидит маленький мальчик, от которого в детстве, получается, или когда там отказались, да, ну, получается, вот его отец развелся с его матерью, да, не знаю, в каком возрасте он тогда был, но вот в нем сидит вот эта обида на отца. Да, вот в тот момент отец так поступил, и сейчас роман до конца жизни будет отцу мстить. Понимаете, вот что вырастили на свою голову, ну, получается, Маша Распутина там, в общем, Маша Распутина и ее супруг, да, получается, такое вообще минное поле сделали вокруг себя, что теперь у них, я не знаю, как они закончат свою жизнь, но точно не в кругу любящей семьи, это 100%. Кроме того, я думаю, там и друг друга они уже давным-давно ненавидят, и, в общем, ну, вырыли сами себе вот такие вот ямы, да, которые мы сейчас вот наблюдаем в виде этих особей, и там еще, я думаю, что если копнуть еще глубже, и будет все еще хуже. Поэтому, да, неудивительно, что Маша сейчас ищет успокоение в каких-то способах уйти от реальности, но надеюсь, что она искренне пошла в религию, может быть, хоть там она успокоит свою душу, потому что накосорезила она по своей жизни, судя по этим людям, которых мы видим, очень и очень сильно. Я не думала, что там все настолько запущено, но дальше там еще сейчас мы посмотрим интересная реакция этой подруги. Вообще, конечно, подруги просто швах, что у одной, что у другого. Там вообще просто оттат, я посмотрела на этот весь зоопарк, это просто, знаете, собрали какой-то ладно, помолчу. Да, вот давайте наблюдать. Потому что отец ушел из семьи, для любого мальчика, когда отец из семьи уходит, это довольно-таки тяжело. А здесь Маша поправляет волосы, да, здесь она красотка, здесь она, ну, для нее это, ее это совсем не трогает, для нее это как раз победа, да, то есть волосы поправила, полюбуйтесь мной, да, за то, как хорошо, что они сошлись, за то я получилась, за то, видите, как классно все получилось. В этот момент Рома старается всячески, неважно, любой человек может опуститься во что-то, в авансюру какую-то, всякое может быть, но он старался, он пытался, да, было плохое, да, но и много хорошего, он на самом деле очень светлый, добрый человек. Да, насчет светлого, доброго, пронаблюдайте за эмоциями, я просто даже не буду комментировать, посмотрите, какое отвращение на слове светлый, добрый, и качает головой, нет, и слишком высоко поднимает голову, то есть она вообще фантазийные, какие-то фантазийные свои высказывания нам сейчас озвучивает, да, какие-то, ну просто не заоблачные какие-то вещи, о которых она может думать, мечтает, да, вот она нам сейчас озвучила, да, на самом деле она таковым его не считает далеко, и то, что сейчас нам пытается озвучить, конечно же, это все ложь, как и вот этот пассажир, который попытался заступиться, да, все не в кассу, и это тоже вышло заступаться. Восемь лет. А сколько лет ты в него влюблена? Почему влюблена? Ой, смотрите, смотрите, ну, во-первых, голова к плечу, да, не знаю, да, дальше, не удивилась абсолютно, и не опровергает, то есть, такая очень интересная реакция, я думаю, что действительно она в него влюблена, действительно, пришла за него биться не за деньги, а действительно за отстаивание любимого, отстоять надо любимого человека, да, к сожалению, такие персонажи очень привлекательны для женщин, особенно, когда у женщин проблемы какие-то внутри сидят, и с которыми им не хочется идти к психологу, лучше, конечно же, обратиться вот к таким персонажам, да, и с помощью них уже сделать намного хуже, да, пройтись по собственным граблям, зато урок будет более доходчивым, да, поэтому вот так вот женщин и манят вот такие персонажи, и чем меньше, девчонки, вы будете заниматься своим развитием, тем больше вы будете западать вот на это быдло, кроме того, вот это вот, ну, в общем, здесь оба персонажа, конечно, должна отметить, что такую, вот такого шлака вообще я давно не встречала, даже тот же Марат Башаров, и тот хотя бы умеет как-то это все изобразить, даже в самых сложных ситуациях он умеет как-то подыграть, здесь же просто быдло, быдло, которое необразованное, ни капельки, не имеющего никаких целей, никаких вообще принципов в жизни, да, никакой человечности, вот это вот животные, два животных пришли на программу и, к сожалению, вот это все я высмотрела и не знаю, насколько это вам будет интересно, но, к сожалению, раз уж я высмотрела, я сделала свои пометки, поэтому вот так вот я сделала и разбор, хотя, конечно, знаете, теперь надо пойти помыться после такого, потому что это просто грязь, это мерзость, да, вот такой сегодня у нас разбор, в общем, поставьте, пожалуйста, свои оценочки за мою работу, не за этих персонажей, пожалуйста, за этих персонажей только дизлайки, да, вот, а что касается моей работы, что касается моего разбора, пожалуйста, оцените его, потому что лучшая награда блогеру, это ваши просмотры, ваши реакции, лучше всего, конечно же, лайки, но если вы считаете, что это достойно дизлайка, то поставьте дизлайк, напишите в комментарии, пожалуйста, вообще, свое мнение по поводу этой парочки и насколько вы со мной согласны, может быть, я где-то перегнула палку, хотя я держалась, очень держалась, у меня просто столько матов в голове крутится в отношении вот этих вот людей, я сдержалась, вот хотя бы матами я их не называла, хотя не помню, может быть и было, но это на эмоциях. Да, я с вами прощаюсь, прощаюсь до следующего разбора, желаю вам хорошего продолжения дня или вечера, не знаю, когда выложу это видео, но вам удачи, всего самого хорошего, доброго, светлого, дай бог, чтобы у вас в семье не было таких персонажей, дай бог, чтобы вам вообще не сталкиваться с этим быдлом, с таким вот быдлом в своей жизни, потому что, к сожалению, сейчас вот такого все больше. Пусть вот такие личности обходят вас стороной. Я вас очень люблю, желаю вам всего самого хорошего, пока-пока.